Роспотребнадзором было вынесено решение о том, что если ребенок был привит три раза и более вакцины от полиомиелита, то в школу или же садик он посещать будет. То есть разобщения не будет. А если он сделал менее двух или вообще не делал, то разобщения, естественно, будет. Еще в сентябре 2021 года вступили в силу нормы нового СанПИНа по профилактике инфекционных болезней. Данный документ прямо говорит, что дети, получившие за свою жизнь менее трех доз вакцины против полиомиелита, должны быть разобщены с детьми, которые получили свежую дозу живой вакцины на 60 дней. В дошкольных образовательных организациях и вообще образовательных организациях образовательный маршрут не меняется у привитых детей. У привитых детей в очном формате обучались до привития и после привития их маршрут не меняется. Также хочу обратить ваше внимание, что наши учащиеся посещают также учреждения дополнительного образования. Во всех учреждениях дополнительного образования приоритет дается привитым детям. Министерство спорта Карачаево-Черкесии также направило в детские спортивные организации рекомендации Роспотребнадзора о необходимости разделения вакцинированных и невакцинированных детей. Министерство спорта Карачаево-Черкесской республики в свою очередь довела информацию до подведомственных спортивных республиканских школ «Постановление Роспотребнадзора номер 4 о вакцинации против полиомиелита». Все директора будут работать согласно рекомендации, которые прописаны в данном постановлении. Это разделение детей, которые вакцинировались, от детей, которые еще не провели эту вакцинацию. Напомним, что отстранение непривитого от полиомиелита ребенка от посещения таких организаций проводится только в случае невозможности перевода его в другую группу или класс по объективным причинам. Беслан Туаршев, Далили Мерзали, Ван Задзами, Архивис 24.